Беседа 60-я, страница 393. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Иоанна 10, 14, 15. Великое дело, возлюбленное, великое дело предстоятельства в церкви. Оно требует и многого любомудрия, и такого мужества, что должно, как сказал Христос, полагать душу за овец. Никогда не оставлять их без защиты и помощи, и твердо стоять против волка. Этим пастырь отличается от наемника. Последний, не заботясь об овцах, имеет всегда в виду собственную безопасность. Первый, напротив, всегда заботится о спасении овец, забывая о себе самом. Указав таким образом признаки пастыря, Христос выставляет на вид двух губителей. Один из них – тать, убивающий и расхищающий. А другой – тот, кто ничего такого сам не делает, но зато не обращает внимания и не препятствует, когда другие это делают. В лице первого он указывает на севду и подобных ему. А в лице другого выставляет учителей иудейских, которые не пеклись и не заботились о вверенных им овцах. В этом и языке Иль некогда укорял их, говоря, горе пастырям Израилевым, которые пасут самих себя. Не овец ли должны пасти пастыри. 34.3 Но они поступали напротив, а это в величайшая степень нечестия и причина всех прочих зол. Потому-то и говорит пророк, что они и заблудшую овцу не обращали на путь, и погибшую не искали, и ту, у которой сокрушены голени, не обвязывали, и больную не врачевали. Пасли самих себя, а не овец. 34.4.8 На то же самое указывал другими словами и Павел, говоря, «Все своих, каждый своего ищет, а не того, что угодно Христу Иисусу». Филиппийцам 2.21 И в другом месте, «Не ищите пользы своей, но пользы ближнего». 1 Коринфянам 10.24 Но Христос отличает Себя от тех и других, от первых приходящих с целью убить словами «Я пришел, да имею жизнь и жизнь с избытком». 10.10 А от последних, попускающих волкам расхищать овец тем, что не только не оставил, но и положил за овец душу свою, чтобы не дать им погибнуть. 11.10 В самом деле, когда положили убить его, он и не отступил от учения, и не предал верующих, но стоял твердо и благоволил умереть. 11.10 Потому-то часто и говорил «Я есть пастырь добрый». 12.10 Но так как слова его представлялись бездоказательными, ведь хотя изречение «Душу мою полагаю» избылось спустя немного времени, зато другое, да имеет жизнь, и жизнь с избытком, имело осуществиться после переселения из здешней жизни в веки будущем, то что он делает? 12.10 Посредством одного удостоверяет в другом. 13.10 Тем, что положил душу свою, удостоверяет и в том, что дарует жизнь. 14.10 Об этом говорил и Павел. Будучи врагами, примирились с Богом смертью сына его, тем более, примирившись, спасемся. 14.10 Римлянам 5.10 Так же и в другом месте. 15.10 Если он сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам всего? 15.10 Римлянам 8.32 Но почему не обвиняет его теперь, как прежде, говоря, ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистинно? 8.13 Потому что он часто уже заграждал им уста и чудесами приобрел большее право свободно говорить перед ними. Далее. Так как он выше говорил, и овцы голос его слышат и за ним идут, то чтобы не сказал кто-нибудь, отчего же были неверовавшие, послушай, что прибавил. Я знаю моих, и мои знают меня. 10.14 На это указывал и Павел, говоря, не отринул Бог людей своих, который прежде предузнал. Римлянам 11.2 И Моисей познал Господь сущих его. Числа 16.5 2 Тимофея 2.19 Разумеет тех, говорит Христос, о которых я наперед знал. А чтобы ты не представлял меры знания одинаковые, послушай, как он предупреждает это дальнейшими словами. Знаю, говорит, моих, и мои знают меня. Но здесь знания не одинаковые. Где же одинаковые? В отце и во мне. Здесь как знает меня отец, так и я знаю отца. 10.15 Если бы не это он хотел показать, то зачем бы прибавлять эти слова? Но как он часто поставляет себя в ряд людей, то чтобы не подумал кто, что его знанию, подобно человеческому, он прибавил, как знает меня отец, и я знаю отца. Та же совершенно я знаю его, как он меня. Потому-то он и говорит, никто не знает сына, но только отец, и не отца, только сын. Моисей 11.27 Разумею, некоторые особенные знания, такое, какого никто другой не может иметь. И душу мою полагаю. Часто повторяет это, чтобы показать, что он не обманщик. Так и апостол, когда хотел показать себя истинным учителем, и направлял свое слово против лжи апостолов, хвалился бедами и смертями, говоря, «В ранах боли их, смертях многих» 2 Коринфянам 11.23 Выражения «я есть свет, я есть жизнь» казались для несмысленных надменными. Но слова «хочу умереть» не возбуждали ни зависти, ни ненависти. Потому и не говорят ему «ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое неистинно». Те слова показывали в нем великое попечение, так как он хотел предать себя за людей, которые бросали в него камнями. «Потому благовременно вводят слово и об язычниках. И есть иные овсы», говорит, «которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть. И они услышат голос мой, и будет одно стадо, и один пастырь». Вот опять выражение «надобно» означает непринуждение, но указывает на действие, имеющее непременно последовать. Как бы так, говорил, «что удивительного, если эти пойдут за мною, если овцы послушают глаза моего. Когда вы увидите, что и другие следуют за мною и слушают моего голоса, тогда изумитесь более. Не смущайся тем, что он говорит. Есть овцы, которые не сего двора». Это различие только по отношению к закону. Как и Павел говорит, «не обрезание ничего не значит ни необрезание». 2 Коринфянам 7.19 «И тех мне надобно привести». Показывает, что те и другие были рассеяны и смешаны, и что те и другие не имели пастырей до пришествия доброго пастыря. Затем предсказывает и будущее их соединения, что они будут единое стадо. Это же самое опять указал и Павел, сказав, «из двух создать одно, себе одном нового человека». Ефесянам 2.15 «Поэтому любит меня Отец, что я душу мою отдаю, чтобы опять принять ее жизнь мою». 10.17 «Что может быть уничтожение этих слов?» «Господь наш пользуется любовью Отца ради нас, потому что умирает за нас». «Что же, скажи мне, разве прежде он не был любим, а только теперь Отец стал любить его, и мы были виновниками этой любви?» «Видишь ли, как он приспосабливается к нашей немощи?» «Но что же он хочет показать здесь?» «Так как называли его чуждым Отцу и обманщиком, и утверждали, что он пришел для вреда и погибели, то он говорит, что если уже ничто другое, то по крайней мере то побуждало меня любить вас, что вас любит Отец так же, как и меня, и что он любит меня потому, что я умираю за вас. А вместе с этим хочет и то показать, что идет на смерть не по неволе, если бы по неволе, то каким образом это доставило бы ему любовь, и что это весьма угодно и Отцу. И не удивляйся, что он говорит здесь, как человек. Мы уже много раз указали причину этого, а снова повторять то же самое было бы излишним и тягостно. «Я полагаю душу мою. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сил заповедь получил я от Отца моего». 10.18. «Так как часто замышляли убить его, то он говорит, без моего соизволения напрасен ваш труд». И предыдущим доказывает последующее – смертью воскресения. Это удивительно и необычайно, потому что и то, и другое – смерть и воскресение – последовало особенным и необыкновенным образом. Но будем тщательно внимать тому, что говорится. «Имею власть, — говорит, — принять жизнь, положить жизнь мою. Но кто же не имеет власти положить душу свою? Всякий, кто хочет, может умертвить себя. Но слова его имеют не этот смысл. Какой же? Я имею такую власть положить, что против моей воли никто не может отнять ее у меня. А этого нельзя сказать о людях. Мы не иначе сами по себе можем положить душу свою, как только умертвив себя. А если впадем в руки людей, злоумышляющих и могущих, убить нас, то уже не имеем власти положить и не положить. Но они убивают нас и против нашей воли. А он не так. Он властен был не положить душу свою даже и тогда, как другие злоумышляли. Поэтому и сказал, — никто не отнимает ее от меня, а затем уже прибавил, — имею власть положить душу мою. То есть я один властен положить ее, а вы не имеете этой власти, потому что у вас и многие другие могут взять ее. Вначале он этого не говорил, потому что тогда слова его не показались бы вероятными. Но когда он имел уже доказательства в самых делах, когда ни разу злоумышлявшие против него не могли захватить его, а он много раз уходил из рук их, тогда уже говорит, — никто не берет ее от меня, не отнимает. Если же это справедливо, то следует и то, что он добровольно идет на смерть. А если это справедливо, то несомненно и то, что он, когда захочет, снова может воспринять душу свою. Если смерть его была таким делом, которое превышает силы человеческие, то не сомневайся насчет его в остальном. То, что он один имеет власть положить душу свою, показывает, что по той же самой власти он может и снова принять ее. Видишь ли, как первым утвердил второе, и смерти неоспоримо доказал и воскресенье. Сию заповедь принял я от отца. Какую же сию? Умереть за мир. Так уже ли он ожидал, чтобы прежде услышать и после того уже решился? И уже ли имел нужду узнавать о том? Но кто, здравомыслящий, может сказать это? Нет, как выше словами «потому и любит меня отец» показал свое добровольное желание и уничтожил всякую мысль о противном. Так и здесь, сказав, что получил заповедь от отца, не выражает ничего другого, кроме того, что отцу угодно то, что я делаю. Чтобы когда умертвят его, не думали, что умертвили, как оставленного и преданного отцом, и не поносили так, как поносили. «Других спасал, а себя спасти не может» или «Если ты сын Божий, сойди из креста» Матфея 27, 40, 42. «Потому что именно он и не сходит со креста, что он сын Божий» 397. «А чтобы ты слышал, что он принял заповедь от отца, не подумал, что это дело чуждо ему, он уже наперед сказал, «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец», показывая тем, что овцы принадлежат ему, что все последовавшее было его делом, и что он не имеет нужды в заповеди. Если бы имел он нужду в заповеди, то как бы мог сказать «полагаю» по себе. Кто полагает сам по себе, тот не имеет нужды в заповеди. Притом он указывает и причину, почему поступает так. Какая же это причина? Та, что он пастырь и пастырь добрый, а добрый пастырь не имеет нужды, чтобы другой побуждал его к тому же делу. Если так бывает у людей, то тем более должно ожидать этого от Бога. Потому и Павел говорит, что он «себя умолил» . Итак, слово «заповедь» означает здесь ничто другое, как только единомыслие его с отцом. Если же здесь говорится так уничиженно и по-человечески, то причина этому немощь слушателей, и была о нем распря между иудеями. Многие из них говорили, он одержим бесом и безумствует, что слушаете его. Другие говорили, это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым? Так как слова его были выше человеческих и выходили из ряда обыкновенных, то называли его бесноватым, отзываясь о нем также уже в четвертый раз. И прежде говорили, беса имеешь. Кто тебя ищет убить? И опять, не правда ли говорим мы, что ты самарянин и бес в тебе? Даже и здесь. Беса имеет. Одержим. Безумствует, что слушаете его? Впрочем, вернее, что и не четыре раза, а чаще он слышал такой отзыв. Слова. Не правда ли говорим, что беса имеешь, служат знаком, что они не два и не три раза, но часто говорили это. Иные сказанные говорили. Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым? Так как не могли заградить уста, ссылаясь на слова, то наконец заимствует доказательство от дел. И самые слова, говорят, очевидно неприличным бесноватому. Но если вас не уверяют слова, то убегите с делами. Если это не дела бесноватого, и между тем они выше человеческих, то очевидно, что они действие какой-то силы божественной. Понял ли умозаключение? Что дела были выше человеческих, видно из слов их. Беса имеет. А что он не имел беса, то доказал своими делами. Что же Христос? Ничего не отвечает на это. Прежде он отвечал, беса во мне нет. А теперь не отвечает. Представив уже доказательство от дел, он теперь молчал. Да и не достойны были никакого ответа, называвший его бесноватым за то, чему следовало удивляться и за что должно было признавать его Богом. И нужны ли были еще с его стороны какие-либо обличения, когда сами они восставали друг против друга и обличали одни других? Поэтому-то он молчал и все переносил с кротостью. Впрочем, не только по этой причине, но и для того, чтобы нас научить кротости и всякому долготерпению. 398 Итак, будем подражать ему. Он не ограничился одним молчанием, но и снова выступил. И когда его спросили, отвечал и высказал свое попечение. Его назвали бесноватым и неистовым люди, получившие от него бесчисленные благодеяния. И не однажды, и не дважды, но много раз. Однако же он не только не мстил, но и не переставал им благодетельствовать. И что я говорю благодетельствовать? За них он и душу свою положил, и на кресте ходатайствовал за них перед Отцом. Будем же ему подражать этому. Ведь быть учеником Христовым и значит быть кротким и незлобивым. Но каким же образом мы будем стяжать эту кротость, если будем постоянно размышлять о своих грехах? Если будем скорбеть и плакать? Душа, погруженная в такое сетование, не может ни раздражаться, ни гневаться. Где скорбь, там гнев невозможен. Где печаль, там нет места злобе. Где сокрушение духа, там не может быть негодование. Душа, терзаемая скорби, не имеет и времени раздражаться, но горько сетует и еще горьче плачет. Знаю, что многие слышат и смеются, но я не перестану плакать о смеющихся. В настоящее время есть время скорби, слез и рыданий. Мы много грешим и словами, и делами, а таких грешников ожидает гиенна и река, кипящая огненными волнами. И что всего хуже, лишение царствия. И при таких-то угрозах, скажи мне, ты смеешься и веселишься. И в то время, как Господь твой гневается и угрожает, ты остаешься беспечным, и ты не боишься возжечь тем для себя горящую печь. Не слышишь ли, что взывает он каждый день? Вы видели меня алчущим и не напитали, жаждущим и не напоили. Идите в огонь, уготованный дьяволу и ангелам его. Матфея 25, 41, 42. Такие угрозы он повторяет каждый день. Но я, говоришь, впитал его. Когда и сколько дней? Десять? Двадцать? Но он хочет, чтобы не в течение этих только дней, но во все время, пока живешь на земле. Ведь и девы имели елей, но не в достаточном для их спасения количестве. И они вожгли светильники, но не были допущены в брачный чертог. И совершенно справедливо, потому что светильники их угасли до пришествия жениха. Поэтому нам должно иметь много елея и много человеколюбия. Послушай, что говорит пророк. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей!» Салон 51. Так и нам должно миловать ближних по великой возможной нам милости. Каковы будем мы сами по отношению к подобным нам рабам? Такого приготовим себе и владыку. Когда же милость бывает великою? Когда мы даем не от избытка, но от скудости. А если мы не даем и от избытка, то какая останется нам надежда? Что избавит нас от тех зол? Куда прибегнем и где найдем спасение? Если девы после столь многих и столь великих трудов не получили ниоткуда никакого утешения, то кто будет нашим заступником, когда мы услышим те страшные слова, «Когда сам судья, укоряя нас, скажет, вы не напитали меня алчущего». Потому, говорит, не сделали одному из меньших сих, то не сделали мне. Матфея 25.45. Разумеет, здесь не учеников только и избравших жизнь иноческую, но и всякого человека верующего. Хотя бы это был раб, хотя бы был из числа нищих, просящих на площади. Но если он верует в Бога, имеет право пользоваться всем расположением. И если мы презрим такого человека, когда он наг или алчит, то услышим те слова «и совершенно справедливо». Трудного ли чего и обременительного Господь требует от нас? Не того ли, напротив, что весьма легко и удобно исполнимо? Ведь не сказал он «я был болен, и вы не исцелили меня», но не посетили меня. Не сказал «я был в темнице, и вы не освободили меня», но не пришли ко мне. А чем легче заповеди, тем большее наказание тем, которые не исполняют их. Что же может быть легче, скажи мне, чем пойти и зайти в темницу? Что даже приятнее, когда ты увидишь одних в оковах, других в грязи, одних обросших волосами и одетых в рубище, других исцаивающих от голода и подобно псам, прибегающим к ногам, иных с растерзанными ребрами, иных, только теперь возвращающимся в оковах с площади, где не целый день просят подаяния, но не собирают и необходимого пропитания, а между тем вечером принужденный бывает отдать стражам и то, что достали этим тяжким и несносным трудом, то хотя бы ты был камень, непременно сделаешься человеколюбивее, хотя бы вел жизнь изнеженную и распутную, непременно будешь более любомудрствовать, увидев участь людей в чужих несчастьях, тогда непременно придет тебе на мысль и тот страшный день с его различными наказаниями. А когда будешь помнить и размышлять об этом, непременно отвергнешь и гнев, и удовольствие, и пристрастие к житейским вещам, и соделаешь душу свою тише самой тихой пристани. Будешь любомудрствовать и о том судилище, представляя, что если у людей такое устройство и порядок, страх и угроза, то тем более у Бога, ибо нет власти не от Бога. А кто предоставил начальствующим распоряжаться таким образом, тот тем более сделает это сам. Четыреста. И если бы не было этого страха, погибло бы все, потому что и теперь, когда угрожает нам столько наказаний, многие устремляются к злу. Рассуждая же об этом, ты не только будешь усерднее к делам милосердия, но и получишь великое удовольствие, гораздо большее, чем те, которые приходят со зрелища. Возвращающиеся оттуда пылают огнем вожделения. Увидев на сцене тех страстных женщин и получив от того многочисленные раны, они бывают ничем не лучше волнующегося моря, потому что взгляды, одежда, слова, поступь и все прочее представляются их взором и не дают покоя душе. Напротив, вышедшие отсюда из темницы не подвергнутся ничему такому и приобретут глубокое спокойствие и безмятежность. Скорбь, произведенная зрелищем узников, потушает всякий такой огонь. Кто вышел от узников с тем, если бы и встретилась какая-либо блудная и бесстыдная женщина, она не причинит ему никакого вреда. Сделавшись уже как бы невинным, он не будет уловлен сетями ее взоров, потому что вместо бесстыдных ее взоров будет тогда перед очами его страх суда. Потому-то, испытавший все роды удовольствий, и говорил, «Лучше ходить в дом плача, нежели в дом пира» . Таким образом и здесь выкажет великое любомудрие, и там он слышит слова, стоящие бесчисленных блаженств. Не будем же пренебрегать таким делом и занятием. Пусть мы не можем принести пищи или пособить деньгами, но можем словом утешить и ободрить унылую душу и оказать много иной помощи, например, уговорить тех, которые верли в темницу, расположить к нисхождению стражей и всячески можем принести большую или меньшую пользу. Если скажешь, что там содержатся нечестные, добрые и кроткие люди, но убийцы, грабители могил, воры, прелюбодеи, люди распутные и злодеи, то и в этом опять укажешь мне побуждение, почему необходимо посещать такие места. Не то нам заповедано, чтобы миловать добрых и наказывать злых, но всем оказывать человеколюбие. Будьте, сказано, подобны Отцу вашему, который на небесах повелевает солнцу своему сиять на злых и на добрых, и дождь посылает на праведных и неправедных. Матфея 5.42 Итак, не осуждай строго других, и не будь жестоким судьей, но кротким и человеколюбивым. Ведь и мы, если не виновны ни в прелюбодеянии, ни в расхищении могил, ни в воровстве, зато имеем другие согрешения, достойные многих наказаний. И брата часто называли глупцом, а это подвергает нас гиене. И на женщин смотрели невоздержными очами, а это равняется совершенному любодеянию. Но что всего хуже, не участвуем достойным образом в таинствах, что делает нас повинными телу и крови Христовой. Не будем же строгими исследователями чужих дел, но станем помышлять о своих собственных, и тогда мы не будем так бессиловечны и жестоки. Кроме того, нужно и то сказать, что там мы найдем много и добрых людей, стоящих часто целого города. И в той темнице, где был Иосиф, находилось много порочных, однако обо всех заботился этот праведник, да и сам содержался там вместе с другими. Он стоил всего Египта, и однако жил в темнице, и никто из бывших там не знал его. Так и теперь. Быть может, там много есть честных и добрых людей, только они не всем известны, и попечение таких людях вознаграждает тебя за заботу о всех. А если бы не было ни одного такого, то и в этом случае будет великое воздаяние. И сам Господь твой не с праведными только беседовал. Он не убегал и не чистых, а напротив, и хананиянку принял с великою благосклонностью, и грешную, и нечистую самарянку. Принял также и врачевал и другую блудницу, из-за которой и порицали его иудеи, и позволил омочить ноги свои слезами грешницы, научая нас быть снисходительными к грешникам. Вот в чем состоит по преимуществу человеколюбие. Что ты говоришь? В темнице живут разбойники и грабители могил? А разве в городе, скажи мне, все живут праведники? Нет ли напротив многих таких, которые хуже и тех, и предаются разбою с большим бесстыдством? Те, если не другим чем, прикрываются по крайней мере пустыней и тьмою, и делают это в тайне. Эти, напротив, отбросив личину, совершают зло с открытым лицом, предаваясь насилии, хищничеству и любостяжанию. Да и трудно найти человека чистого от неправды. Пусть мы не посещаем золото и столько-то и столько-то десятин земли, но все же посредством какого-нибудь обмана и утайки делаем то же самое в меньших размерах. И сколько можем? Когда, например, в торговых обязательствах или при покупке или продаже чего-либо, мы спорим и усиливаемся заплатить меньше, чем следует, и всячески стараемся об этом. Не разбой ли это? Не воровство ли и хищение? Не говори мне, что ты отнял ни дом, ни рабов. Несправедливость определяется не ценностью того, что похищается, но намерением похитителей. Несправедливость и справедливость имеют одинаковую силу как в большом, так и в малом. И я одинаково называю вором как того, кто, отрезав кошелек, возьмет чужие деньги, так и того, кто, покупая что-нибудь на рынке, удержит часть настоящей цены. И грабитель не тот только, кто разломает стену и похитит что-либо из дома, но и тот, кто нарушит справедливость и отнимет что-либо у ближнего. Итак, не будем судьями чужих дел, забывая о своих собственных. Не станем заниматься исследованием пороков, когда есть случай к человеколюбию. Но помыслив о том, чем и мы были некогда, будем впредь кроткими и человеколюбивыми. Чем же мы были? Послушай, что говорит Павел. И мы были некогда несмысленны, непокорны, прельщенны, работали похотям и сластям различным, были мерзки и ненавидели друг друга. И в другом месте были по природе чадами гнева. Но Бог, видя нас как бы содержимых в темнице и связанных тяжкими узами, узами гораздо тягчайшими железных, не устыдился, но пришел и явился в темницу. И нас, достойных бесчисленных наказаний, извел оттуда, привел в царство и соделал светлейшими небо, чтобы и мы делали по возможности то же самое. Когда он говорит ученикам, если я умыл ноги ваши, Господь и Учитель, и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я показал вам образ. Что я сделал вам, то делайте и вы. Яна 13, 11, 15. Что дает этот закон не об умовении, только ног, но и о всем прочем, в чем он служил нам примером. Живет ли в темнице убийца? Не устанем делать добро. Грабители ли могилы прелюбодей? Будем милосердны не к пороку, но к несчастью. Нередко же, как я сказал, может найтись там и человек, который один стоит весьма многих. Если ты постоянно будешь посещать узников, то не упустишь такого приобретения. Как Авраам, принимавший всех безразличия странников, принял однажды и ангелов, так и мы встретим и великих людей, если обратим это дело в постоянное занятие. Если же нужно сказать что-нибудь и удивительное, то не столько похвал заслуживает тот, кто принимает великого, сколько тот, кто принимает жалкого и злосчастного. Тот в обстоятельствах своей жизни представляет немаловажное побуждение к доброму с ним обхождению. А отверженный и всеми оставленный имеет только одно убежище – милосердие того, кто с добротой презревает его. И вот это по преимуществу и есть чистое человеколюбие. Притом, кто услуживает человеку славному и знаменитому, то часто делает это и счиславие перед людьми. А кто отверженному и презираемому, то действует единственно по заповеди Божией. Потому-то, когда мы устрояем вечерю, нам заповедано принимать хромых и слепых. Когда творим милостыню, заповедано творить ее меньшим и низшим из людей. Так, как говорит Спаситель, сделали одному из меньших сих, то сделали мне. Итак, зная о находящемся там сокровище, будем часто ходить туда и там торговать. И туда переносить свое усердие к зрелищам. Если бы ты и ничего не мог принесть с собою, принеси утешение словом. Бог награждает не только питающего, но и ходящего туда. Когда ты придешь и ободришь трепещущую и боязливую душу своим утешением, пособием, обещанием защиты, научением, любомудрию, немалую ли и за это получишь награду. Когда ты будешь вести такую беседу в других местах, многие, изнеженные многоразличными наслаждениями, станут над тобой и смеяться. Но находящиеся в несчастьях, будучи смиренны духом, будут внимать твоим словам с великой кротостью, похвалят тебя и сделаются лучшими. И над Павлом, когда он проповедовал, иудеи часто смеялись, но узники внимали ему в великом молчании. Ничто так не располагает душу к любомудрию, как бедствие, искушение и угрожающая скорбь. Итак, представим себе все это, сколько мы сделаем добра, и содержащимся в темницах, и себе самим, если будем постоянно обращаться с ними, и станем употреблять на это все время, которое проводим в безвременных и пустых занятиях на площадях. Через это мы и им доставим пользу, и себе самим радость, и послужив к славе Божией, с подобным сердечных благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь.